Приветствую вас, я думаю, что здесь есть два основных вопроса, которые нужно рассмотреть. Первый вопрос, это вопрос ценностей, ваших ценностей. Если вы считаете, что успешность вашего партнера важна, если вы считаете, что это очень значимый и важный момент, то безусловно вам следует в этом направлении двигаться, безусловно вам следует в этом направлении дальше продвигаться и, соответственно, подбирать таких мужчин, которые бы соответствовали вашим представлениям о мужчине. Вот, это ценность. Доброе ценностей заключается в том, насколько это действительно ваши ценности. То есть, вы правда считаете, что успешность власть, деньги, успех в обществе, это прямо очень-очень важно для, например, построения духовных отношений или как. Вот, это первое, на что нужно обратить внимание ваше. Ага, и второй вопрос, это вопрос, конечно, проектирования. То есть, объективно, а если вы хотите мужчину успешного, то вы переносите на него свою потребность в этом самом успехе. То есть, вы хотите, вам хочется, точнее, быть успешной самой. Вы в этом, допустим, нуждаетесь в том, чтобы быть успешной самой. Вот. И вы от мужчины, соответственно, также ждёте, что он будет успешным. Просто потому, что вам, вот именно вам, эта самая успешность нужна, и только потому, что в ней, в этой самой успешности, вы, условно говоря, нуждаетесь. Ну вот, сами. Вы говорите, что я чувствую себя круто, мне было хорошо, то есть, вы чувствуете себя защищённо. И по факту получается, что на этого человека вы перекладываете ответственность за то, чтобы чувствовать себя защищённо. То есть, побредность, побредность собственной безопасности вы перекладываете на человека. Вот. Если мы говорим, ну, непосредственно о сути, если мы говорим непосредственно о сути того, что происходит с вами. Вот. Это... Это такой момент. Это такой момент. Такая история. И вот, собственно, что вы будете с этими двумя аспектами делать. Если вы, например, будете нести ответственность или брать ответственность на себя за собственную безопасность. Если ваше состояние, например, ну вот, состояние крутости, спокойности и так далее, спокойствия и так далее. Не будет зависеть, к примеру, от мужчины, да, от мужчин. Что в таком случае я полагаю, что вы, ну, вполне себе вольны следовать тем ценностям, которые у вас есть. И менять ваши ценности вам ни в коем случае не стоит. Это объективно. Если же вы сами по себе не удовлетворены, то я полагаю, что в первую очередь необходимо реализовать свои потребности и уже после этого смотреть на мужчину мужчин. Немаловажным фактором является и то, что, как я понял, вы по какой-то причине приняли решение переспать с мужчинами, которые не являются успешными. После чего вы испытывали некий от этого негатив. Возникает вопрос. Чем вы руководствовались, например, вступая с ними в интимные отношения? То есть что вы хотели, вступая с ними в интимные отношения? Если, к примеру, они изначально вам не нравились, если, к примеру, они изначально вам не подходили, то, ну, несколько странным, на мой взгляд, является тот факт, что вы все-таки с ними хотели переспать и, собственно, переспали. Вот. На мой взгляд, это несколько странная история и вам с этой историей нужно, значит, обязательно повзаимодействовать, обязательно поработать, потому что насколько сознательно вы принимаете решение. Дальше. Судя по всему, что вы нравитесь тем мужчинам, которые, значит, не нравятся вам, и вам нравятся мужчины, которым не нравитесь вы. Здесь очень четко и сильно выражен страх близ и близости, запрет, запретом, запрет на близость, потому что, на мой взгляд, к людям относиться вот так вот стереотипично, да, на мой взгляд, нельзя. Вот. То есть, если вам кто-то не нравится, а кто-то нравится, и вы человеку не даете шансов только потому, что у него, там, есть или нет успеха, успех какой-то, то у вас, получается, есть определенные, ну, предрассудки относительно людей, и это вам мешает. Вот. Там еще зыдко с людьми, в отношениях с людьми, нужно следовать принципу безусловности. Вот. А не так, как вы, ну, пишете. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот. То есть, это мне видится вот такая штука. А просто, что вы хотите с этим делать, а будете ли вы с этим что-то делать? Это вопрос. Потому что, ну, как бы, ну, не можете вы спать с неуспешными мужчинами, а что вас заставляет? Для чего вы спите? Почему в 22 года вас волнуют мужчина, а не, собственно, например, карьерный рост и развитие? Если вы хотите встречаться с мужчинами ради, например, только с секса или с успешными мужчинами, то вам нужно самой стать достойной парой таким мужчинам. Потому что в этом случае люди рассматриваются как товар, ну, некий такой товар. Вот. А, значит, вопрос заключается в том, ну, вопрос, нормально ли это, каждый определяет сам, нормально ли это или нет. Это вопросом, насколько он свободно, свободно ориентироваться в собственных ценностях и не примечено ли в этих, в этих ценностях чего-то еще, чего-то другого. Вы пишите, я слишком меркантильный, меркантильный возможно, но слишком меркантильный быть нельзя. Меркантильность – это черта характера. Она либо есть, либо нет, то что вы меркантильная, но это, это, вы, вы такой человек. Если вас это устраивает, вы можете оставаться такой и открыто демонстрировать людям данную черту, чтобы они знали, что вот вы меркантильный. В этом нет ничего плохого. Если вы считаете, что меркантильность – это как бы не круто, если вы хотите отношения более духовные, то, конечно, меркантильность нужно поубавить. Точнее, вернуть себе ответственность за свой заработок, чтобы вопрос успеха, чтобы вопрос значимости, вопрос властью не стоял в отношениях с людьми. Потому что, получается, что вы, как бы, отношения своего рода, вы относитесь к отношениям, как к купле-продаже. То есть, мужчина покупает вас, своей властью деньгами. Покупает – это ни в коем случае не значит, что любит там, где есть покупка, там, где есть условия, безусловным отношениям места нет. Но, если вы хотите строить отношения по расчету, это ваше право представительно честно себе в этом признаться и действовать, исходя из данных аспектов. Вот и все, вот и все. Вот. Поэтому, мне кажется, что на ваши, ну вот, на ваши вопросы в целом можно ответить именно так. На ваши вопросы в целом можно ответить именно так. Дальше, дальше, исходя из ответов на эти вопросы, которые я поставил, исходя из дальнейшей пронаборки, уже можно будет говорить. То, что проблема не только в меркантинности, это совершенно очевидно, это факт, это факт, безусловный факт. Вопрос в том, хотите ли вы работать. В целом, мне кажется, что ваши собственные противоречия сперва нужно разрешить, тогда вы для себя сами выберете, какая вы, какой вы хотите быть и так далее. Это очень важно, чтобы никто вас не перевоспитывал, очень важно, чтобы вы сами делали свой выбор, и только тогда вы будете счастливы. Ваш вопрос не странный, но он показывает то, как вы к себе относитесь, с сомнением, с подозрением, с некой стыдливостью и так далее. Вот. Этот момент тоже нужно убирать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok